Все мы любим время от времени насладиться хорошим кино, и до чего ж приятно, когда на большом экране внезапно появляется любимый музыкант, и рэпера из России не исключение. Среди них есть любители попробовать себя в кино, как в маленьких эпизодических ролях и мемных камео, так и в роли главных героев. В сегодняшнем видео мы расскажем вам о некоторых отечественных исполнителях, которые успели показать себя в кинематографе. Не забывайте подписаться и поставить лайк, если вам нравятся такие видео. А мы начинаем. Вы на проекте Рэп Ньюс, меня зовут Игорь Еремин. Как никогда актуально предложить вам запастись попкорном. Приятного вам просмотра. Дорогие подписчики Рэп Ньюс, хотите стильно одеваться, но из страны ушли любимые бренды? Тогда рекомендуем годный магазин кроссовок и одежды Hustle.rf в наличии. Более трех тысяч редких брендовых кроссовок, которые нигде не купишь по адекватным ценам. Материалы качества не уступают оригиналу. Приятный бонус – это бесплатная доставка. И оплата только при получении. Для наших подписчиков Hustle предоставили промокод RAP NEWS, который дает скидку в 30%. По промокоду уже закупились тысячи подписчиков. Ссылочка в описании. А начать хотелось бы с фильма, снятого по отличнейшей книге. Речь о фильме Amper V, который основан на одноименном романе любимца всех постмодернистов Виктора Пелевина. А в роли главного злодея вампира Митры – Окси Мирон. Вот что сказал про выбор актера режиссер Виктор Гинсбург. Я долгое время искал главного злодея своего нового фильма. И вот, наконец, я его нашел. Хочу его представить. Можно, наверное, уже открыть это. Всем привет, меня зовут Окси Мирон. Мне просто нужно было найти настоящее зло. И я… мне кажется, я его нашел. Окси с ролью абсолютного зла справляется отлично. Съемки фильма начались еще в 17-м году и были успешно закончены. Но премьера неоднократно переносилась. Она все еще не получила прокатное удостоверение. Во многом это связано с политическими событиями и позицией самого Окси Мирона. Ммм, начаиваться рано. Возможно, премьера произойдет и не в России, а за ее пределами. Как это было, например, с женой Чайковского. Это еще один фильм с участием Окси Мирона. И его премьера состоялась в мае 2022 года на Каннском фестивале. Кинофестивале. В этой картине Мирон Янович исполнил небольшую роль пианиста-виртуоза Николая Рубинштейна. Но все же эту роль стоит расценивать скорее как мемное камео. Ведь настоящий Рубинштейн вряд ли засчитывал рэп. Посреди ровных растений. Они укрыть искореженный стебель. Глужут сомнения в способности быть из сценической амплуани в растении кабации деньги-субстанции. Сам фильм отличный. Да и Окси в основном отыгрывал хорошо. Но с этого фрагмента можно добротно так кринжануть. Кринжануть еще можно было с роли Оуджи Будды в сериале сказки Пушкина для взрослых. Да-да, вы не ослышались, Оуджи Будда снялся в российском сериале. Во втором эпизоде под названием «Царевна» Грише досталась роль рэпера Елисея, записывающего фит с Царевной, подчерицы инстаблогерши Царицы. О, добро пожаловать на сервер «Шизофрения». Там, конечно, лютый трэш происходит. Ну что там, царя? Да все, все так же. Недоступно. Инсты тоже молчит. Слушай, ну смотри, какая классная. Она очень хочет. Пять миллионов подписчиков в ТикТоке. Но еще круче выглядели сами съемки. Отзывы у сериала неутешительные, что, наверное, мал кого удивляет. Оценка на кинопоиске пять с половиной баллов из десяти, а отзыв от критика там всего один. Критик от имени издания «Семь дней.ру» называет сериал мамблкором и, цитата, попыткой промямлить что-то умное, но совершенно невнятное, прикрываясь книгами Пушкина. Но есть еще одно произведение отечественного кинематографа, которое получило невероятно низкие оценки. Это фильм «Жара» 2006 года. В нем снялись аж два известных рэпера – Тимоти и Птаха. Тимоти исполнил одну из главных ролей – пафосную звезду хип-хопа с оригинальным именем Тимоти. Короче, самого себя он исполнил. Птаха же снялся в роли вора и афериста, одним словом, настоящего гангстера. Для многих эта кинолента стала фильмом детства, но только оглядываясь на 17 лет назад, понимаешь, насколько же это было плохо. Карикатурные англицизмы Тимоти вызывают жгучее ощущение кринжа в области сердца. А легендарная сцена со скинхедами снята почти на уровне «Матрицы». Гангста. А что насчет Птахи? Лучше сами смотрите. Леша. Здравствуй, дорогая. Привет. В принципе, понятно, откуда такие оценки от критиков. Недалеко ушел фильм «Жесть», в котором роль гопников-байкеров исполнила группа «Кровосток». Что интересно, в фильме нету голоса самого Шилла. Его фразы почему-то были переозвучены поверх оригинальных. Хотя оценки и не очень, это хотя бы уже серьезная кинолента. Фильм на самом деле может быть интересен любителям психологических триллеров и черных психоделических комедий. Кстати, еще одно серьезное, хоть и другого жанра кино из нашего списка – фильм «Розыгрыш» 2008 года. Это ремейк одноименного фильма конца 70-х. И тут рэпер уже в главной роли. Это «Нойз МС». Это подростковая драма, в которой Ваня Нойз играет новенького в школе парня, который любит сочинять музыку и фристайлить на уроках. Примерно так я сочиняю, если долго над текстом не париться, я же сказал, что вам не понравится. Фильм, кстати, действительно неплохой. И явно понравится любителям музыки Нойза, ведь персонаж Вани по сюжету исполняет несколько песен из каталога «Нойза МС». Затянись мною в последний раз, вкни меня мордой в стекло, доби меня, туши мою страсть. А в заключении расскажем про опыт Басты в сфере кино. Но Василий снялся в нескольких документалках про рэп и про лейбл «Газгольдер». И появлялся в качестве камео в таких картинах, как «Рвы» и «Владимир Маяковский. Третий лишний». Но нас интересуют полноценные роли Басты, а не те, в которых он сам себя играет. И такая была всего лишь одна. В черно-белом фильме про фриковатых подростков Василий сыграл военкома, забирающего в армию одного из героев. «Ну вот, пожалуйста». А на этом мы, пожалуй, и закончим. Пишите в комментариях, как вам эти фильмы, друзья, и актерская игра наших дорогих рэперов. И пишите, как вам наш ролик. Если вам понравился, то мы выпустим вторую часть. Поэтому можете предлагать в комментариях другие фильмы, в которых играли наши отечественные рэперы. Не забывайте также подписаться на канал и поддержать наш труд лайком. А мы с вами прощаемся. С вами был проект Рэп Ньюз. И до скорых встреч на этом канале. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok